Латвия является одной из богатейших лесными угодьями стран Европы, и ее лесная отрасль является гарантом стабильности народного хозяйства. За последние 80 лет в стране площадь лесов почти удвоилась, стремительно растут показатели и восстанавливаемых лесов. Так, в 2016 году было восстановлено более 38 тысяч гектар лесных угодий. Об этом и не только говорили министр земледелия Янис Дуклов с представителями Государственной службы леса, Латвия СМЕЖИ, Института лесного хозяйства Силова, Латвийского общества лесовладельцев, а также продовольственно-ветеринарные службы на расширенном выездном заседании, которое состоялось 13 июля в Резакнинском крае в Гайголовской волости. Место проведения дискуссии было выбрано не случайно. Осенью 2017 года в Гайголовской волости, впрочем, как и во всей Латвии, из-за сильного осеннего наводнения были уничтожены новые лесопосадки. Ущерб огромен. А в этом году лесовладельцы столкнулись с новой проблемой. Теперь саженцы деревьев погибают из-за засухи. Такова действительность. Многие саженцы уничтожены. Ситуация действительно катастрофическая. Многие владельцы лесных хозяйств ранее получили европейское финансирование на приобретение саженцев деревьев. Растения погибли. Но, как известно, европейское финансирование всегда выделяется для выполнения определенной задачи. И если эта цель не достигнута, то в отношении лесовладельцев могут быть применены штрафные санкции. В этой связи мы считаем, что служба по поддержке села не должна применять штрафные санкции не только в отношении сельскохозяйственников, которые пострадали от затопления и засухи, но и владельцев лесов, которые занимаются посадкой саженцев. На сегодняшний день это очень существенный вопрос, и мы постараемся его решить. А как вообще чувствуют себя собственники лесных угодий в Латвии сегодня? О чем еще у них болит голова? Лесовладелец в Латвии думает о том, что он может дать своей стране намного больше, поскольку у нас есть возможность проводить квалифицированную и продуктивную деятельность, которая приносит доход не только владельцам лесных угодий, но и всему обществу в виде налогов. Но у нас есть нормативные акты, которые должны быть несколько изменены. Например, мы считаем, что владелец должен иметь право сам принимать решение о необходимости проведения того или иного вида хозяйственной деятельности в лесных угодьях. Эта тема в обществе воспринимается неоднозначно. Многие жители страны полагают, что сегодня латвийские леса вырубаются безжалостно. В свою очередь лесовладельцы говорят об обратном. Я ращу деревья, планирую их использовать для дальнейшего развития своей деятельности, а потом ко мне приходит некий контролер и начинает охранять то, что я вырастил. Это несовершенство закона порой ставит в тупик. Если мы посмотрим на опыт соседних стран, то эти вопросы решаются быстрее и более эффективно. Показатель вырубки лесных угодий в Латвии из года в год практически не изменяется, зато площадь восстановленного леса стремительно растет. Вопрос отнюдь не простой и требует детального изучения. А пока лесовладельцы могут получить поддержку в рамках реализации государственной программы по развитию села, которая доступна уже с 2014 года. Программу развития села лично я оцениваю очень позитивно. Сегодня это реальная возможность получить деньги сельскохозяйственникам на развитие своего крестьянского хозяйства до 2020 года и добиться отличного результата. Правда, надо сказать, что в рамках этой программы внимание лесовладельцам уделено не так много, как этого хотелось бы. Но сегодня вопрос этот нами обозначен. Обсуждаем его вместе с обществом лесовладельцев Латвии, чтобы эта программа учитывала интересы и собственников лесных угодий, которые проводят хозяйственную деятельность. Так что мы работаем вместе и определяем политику, которая даст максимально позитивный результат в использовании этого финансирования. С точки зрения министра, солидарен и председатель правления общества владельцев леса Арнис Мужникс. Если мы посмотрим цифры, то в 2008 году площадь восстановленных лесных угодий в Латвии составила 5,5 тысяч гектар. В 2017 году этот показатель был равен более 30 тысячам гектар. И в будущем каждая новая лесопосадка позволит нам увеличить этот результат как минимум в два раза, причем не только в сфере деревообработки, но и, так сказать, в производстве кислорода. Для справки. Лесной сектор является одной из наиболее важных экспортных отраслей Латвии. Около 74% произведенного в лесном секторе экспортируется. Объем экспорта в 2016 году составил более 2 миллиардов евро. Традиционно главной экспортной продукцией является пиломатериалы и зеловая древесина. Лариса Кириллова, Александр Федотов, телевидение Дотком.